Всем привет! И сегодня, скажем так, хочу предоставить вашему вниманию не серию по ксп или по какой-то другой игре, а гайд по тому, как установить моды и конкретно некоторые моды, которые вызывают трудности. Более того, часто спрашивают, где искать моды, куда смотреть, чего. Итак, начнем, значит, ксп. Что вам надо? Запомнить, я уже, по-моему, когда-то снимался или не помню. Значит, вы идете туда, где у вас установлен ксп. У меня это Steam Library. Я его нахожу. Вот он ксп. Вот это его рабочая папка. Вас интересует вот эта папка GameData. Вот в ней лежат все моды, которые есть. Сразу прошу обратить внимание, папка Squad или где она? Уже, наверное, нету. NASA. Они все вместе все запихнули. Это папка базовая самой игры. То есть, если вы снесете, у вас пропадут стоковые детали. Так что аккуратненько. Значит, второй момент того, где искать моды. Значит, есть официальный форум Kerbal Space Program. Ссылка будет под видео. Значит, есть Community Mode Plugin Library. Вот мы посмотрим в аддон, аддон-релиз, Community Mode Plugin. Вот мы можем зайти на форум еще раз. Где тут у нас Community Addon. Вот. Addon-релиз. Вот. И где-то у нас тут вот Community Mode Plugin. То есть, она здесь почти что закреплена. Вот. Здесь список всех модов. Они апдейтятся с версиями. То есть, очень полезно. То есть, видите, достаточно большой-большой список. Кликая по чему-то, вы открываете, соответственно, мод этого дела. То, что у нас есть на Kerbal Staff, в принципе, это клоны более удобные. базового официального версия. О! CX Aerospace новый добавила. Парты. Вот я хочу его поставить, потестировать. Мне очень нравятся эти детальки. Также есть всем известный Curse. Вот он так выглядит, что интернет у меня сегодня слабенький. Видите, сразу здесь Featured Games. Есть Kerbal Space Program. Вот Download. Вот Mots. Вот вы нажимаете на Mots и попадаете в моды. Я обычно беру не Mots для Downloads, а Recently Updated. Соответственно, здесь вы видите, например, вот, когда он был заапдейтен, какую версию supported, когда создан, сколько скачен, сколько лайков. То есть, просто просматриваете апдейты. Вот, кстати, Chronal Vessel Viewer надо будет тоже, может быть, установить потом. Ищите нужные вам моды. Caxx Expansion надо будет тоже поставить. Кстати, вот, может, давайте его и поставим сейчас. Вот. Смотрите, я его скачиваю. Точно также я могу Caxx найти и здесь. Вот он. А, я поставил Phantom Works морды кабины, а не то. Надо было Caxx поставить. Точно также отсюда его можно скачать. Я просто показываю и там, и там. Вот Downloads. Можно зафолловить, если вы зарегистрировались, что, в принципе, полезно. Вы можете при регистрации на этот сайт зайти в ViewProfile и увидеть все, что вы фолловите. Вот. С апдейтами вот эту еще хочу тоже AeroTech попробовать. Как-то очень классные детальки. Попробую как-нибудь, если не будет вываливаться. Вот. Это все, на что я подписан. Что я хочу посмотреть, что я не хочу посмотреть. Вот. Что хочу поставить. Короче, я его скачал. Открываю. Структура обычная вот следующая. Видите, он уже распакованный, а иногда бывают папки GameData целиком. Что мне надо? Мне надо взять вот эту всю байду, которая здесь есть, и перетащить в папку GameData с сохранением каталогов. То есть, вот это пойдет в корневой каталог, в это сюда, это сюда. Смотрите, в Module Manager перетягивать не буду, потому что версия 2.6.3 у меня стоит 2.6.5. Очень много модов, скажем так, подавляющее большинство, если не все, без Module Manager они работают. Поэтому смотрите, последнюю версию ставьте, обязательно обновляйте. А если у вас будет лежать здесь, допустим, Module Manager 2.6.3, 2.6.5, ничего страшного не произойдет, но лучше, конечно, иметь последнюю. Я в прошлый раз, когда у меня был 0.9 и 1.0, у меня их было там в 0.9, по-моему, 3 или 4 версии разных. И, в принципе, работал нормально. Вот перетягиваем все вещи, которые у нас есть. Вот они сюда записались. Все. При запуске эти детали будут доступны. Мод установился. То есть ничего сверхсложного нету. Вот. Смотрим. Вопросы возникают у нас с модом. Сейчас вот эффекты, у нас визуал эффекты. Ищем. Environment Visual Enhancement. Да. И, возможно, здесь где-то должен быть Renaissance. Как-то он там… Вот он. Renaissance Compliance Artwork Framework. Видите? Remake. То есть 24.09, он не поддерживается, как бы вроде, да? Вот он. 0.9 версия. Но всегда читайте, смотрите, что пишут. На первой странице не всегда информация заапдейтена. Видите? То есть здесь старая, в принципе, информация. Я здесь не нашел что-то. Да, здесь Quick Update и все как положено. Вот видите, апдейт это 0.9. Потом там… Все. На этом умерло. Но если вы пойдете вот на последнюю страничку, начнете здесь просматривать, что люди говорят, то есть не особо вчитываясь, просто просматривая в такие какие-то моменты, где есть последовательности. Да, вот видите, тут уже… Вот. Install. Это Install. Windows Shine. Потом Текстур Replacer. Я вот так вот откатываюсь назад. Видите? У кого-то ошибки, кто-то пустит. Ну, вот я, допустим, посмотрел. Там была 140 какая-то страница. Вы здесь, кстати, можете многое полезное найти. Вот я вот показываю, как я просматриваю. О! Это, видите, уже новое. Этого не видел. Стоп. Да. Ну, видите, заапдейтели текстуры более такое оно стало рельефное. Раньше не было. Такое можно будет себе потом поставить. Я вот так вот откатываюсь, смотрю, что здесь люди пишут. И вот, смотрите, нарываясь на, по сути, установку. То, что возникает. Download. Кисперси. Да. То есть ссылочка идет непосредственно на этот мод. Вы скачиваете его по ссылке, которая тут дана. Где она тут дана? Вот. Где он? Вот. Install. Mediafire или SourceForge. Да. Дальше. Экстракт там на диск C куда-то в папку и удалите фолдер RealSolarSystem, DDS, Loader и KSP Data. Скачайте новый PlanetShine, DistantObject, TextureReplacer. Да. И в последних версиях. Они, в принципе, есть, опять же, как здесь, также вот на этом сайте и здесь есть. То есть ищите в любом месте, где они у вас есть. Копируйте сюда файлы DLL в общую папку, куда вы распаковали. Да. Вот. А потом все целиком пихаете уже в KSP GameData. Я это делал прямо в GameData. Я просто вот зашел сюда, удалил отсюда там DistantObject, да, DLL-ку и перезаписал их просто вручном. Что получилось? При запуске у меня составляющие пака обновленные до версии, актуальные. И у меня при загрузке нету там кучи того, что сообщений, что там не поддерживает то, не поддерживает это, не поддерживает то. Все, все у меня работает, кроме одного. Я уже даже не помню, чего там одного. Вот. Но что-то есть. Вот это как бы та вещь, которую я хотел рассказать. Теперь давайте еще раз. Как я запускаю? Вот Memory Usage у меня стоит. Я запускаю через Memory Usage, если у меня все окей. Но, так как у меня сейчас в Steam в библиотеке прописан D-Carble Space Program правой кнопкой мыши свойства. Я не знаю, пишет вообще. Сейчас дайте 2 секунды, я посмотрю, пишет он вообще Steam. Да, Steam пишет. Вот. Установить параметры запуска. Вот у меня написано. минус Force, минус D3, D11, пробел, минус Snow, минус Single Threadload. Вот. Все. Запускаю. Эта команда загружает KSP в режиме работы DirectX 11. Вот. То есть ждем. Сейчас он расчехлится. Естественно, Memory Loader. Вот. Видите, у меня KSP Planet Shine только. Ну, надо обновить Planet Shine будет. Я его не обновлял. Хотя, в принципе, там есть уже обновление до последних версий. Кадров там было 644 FPS. Где-то я смотрел, у меня был 110. Было где-то даже тысячу с чем-то. В какую-то игру я запускал, там было 1100. Мега плавная картинка. Вот он грузится у меня достаточно, я бы сказал, адекватное количество времени. Так как раньше, чтобы можно было спокойно идти в чай, в туалет, там приходите, оно еще грузилось. Вот. Актив текстур менеджмента нету. Сразу говорю, снесенный. И вернемся к нашим баранам по поводу... Где он тут? Вот. Memory Search. Я должен зайти сюда и запустить его отдельно. Он запускает свое окошко. Понимает, что KSP запущен. Он не будет запускать вам вторую версию. Нажимаете опять на KSP. Возвращаетесь. Вот. F11 нажали. Получили свою статистику. Проверяем, что мод как у нас встал. Resume saved. Default away. Песочница. В принципе, не так много памяти зажрал. Вот. Реальных FPS сейчас у меня вот 11. Раздуплиться сейчас вот будет 35. Видите? 35.41. Рывков по краям кадра... Ну, я привык, может быть. Сейчас посмотрим здесь. Что я отключил в настройках визуальных опций, это вот этих кербонавтов. Но почему-то они стали теперь черномордые все. Видите? Вон. А сами не перестали... не исчезли мордами. Так. Ну, вот есть, да, эти вещи. Так. Смотрим. Да. Вентиляторы появились. Все появилось. Вот. Все. Все у нас есть. Как сработает? Вот. Вот такой вот. Все хорошо у нас. Видите? Все работает. Выхожу. Я надеюсь, вы видели, что нам было. Не знаю. В принципе, это все. Так что я надеюсь на основную массу вопросов я ответил. По поводу сборки пака. Вот. Прям сейчас сделаю. Добавлю в архив геймдата рар. Вот. Я не буду выкидывать оттуда сквадовские детали. Пусть уже будет целиком. Сейчас выложу к себе на G-Drive и расшарю линку. Тоже линка будет под видео. Вот. Потом в группе контакта обновлю. Ну, думаю, все как положено. Все. На этом всем спасибо. Надеюсь, это было полезно. Если это было реально полезно, ставьте лайки, не зажимайте. Мне тоже приятно будет понимать, что я это сделал. Не зря и вам действительно помогло. Все. Всем пока-пока. С вами был GameDragon. Не забывайте подписываться на канал.